Девушки отдыхают Тот, к которому мы поем и молимся, это Бог. И Господь Бог, Он не такой человек, как мы. Именно поэтому большая любовь, широкое сердце и благодать переполняет его. Именно поэтому Он всегда трудится ради нас. Однако мы, люди, не могут смотреть то, что находится вдали. И поэтому мы хотим решать проблемы, которые стоят перед нами. Если мы могли видеть руку Господа Бога, тогда не было бы проблемы. Но мы не видим, поэтому есть проблемы. Я передавал Евангелие. И часто я чувствовал, такой человек, как я, может ли получать такую благодать? Можно ли такому человеку давать такое благословение, Господи? Я действительно не имею ни одного условия, чтобы получить благословение. Однако, когда рождается ребенок, то независимо от его вида, родители любят этого ребенка. То же самое Господь Бог, Он, Своей великой любовью ко мне, Своей душою, Он ведет наше сердце к Своему благодати. Однако, наши глаза предпочитают смотреть не на Бога, а на положение, на мирское. Именно поэтому, тот невидимый мир, который происходит через Господа Бога, хотя он есть, но мы не заинтересованы Богом. Мы больше заинтересованы тем, что есть у нас в этом мире. Именно поэтому, из-за этого мы отдаляемся от Господа Бога. Приходим в церковь, ведем духовную жизнь. Однако, мы всегда, для нас то положение, с которым мы сталкиваемся, те мысли, которые у нас появляются больше в моей душе, чем Бог. Однако, тот, который может всю эту проблему решить прекрасным образом, это Господь Бог. И Господь Бог, Он учит нас саботовую и ведет нас, чтобы мы вернулись сердцем к Господу Богу. Именно поэтому, в воскресенье, пораньше утром встать и позавтракать, и прийти в церковь. Однако, это не значит, что все мы одинаковые. Некоторые люди спрашивают, зачем постоянно ходить в церковь? В других церквях по 15 минут длится проповедь. А почему же пастор Пак так много проповедует? Попроще, самое главное, просто скажет и все. Да, можно сказать просто, верьте в Иисуса Христа и все. Да, может, кто-то спросит, зачем так много говорить? Они говорят, я все знаю уже. Но, что важно среди душ людей, насколько они знают Бога, насколько они знают любовь Господа Бога. Между людьми разница в этом, как небо и земля. Если мы посмотрим Библию, Господь Бог затворил человека, возлюбил человека, и Он заботится о человеке, таков у нас Бог. Но, человек думает, о, хорошо, но не знает, насколько глубоко Он заботится о нас. Сегодня мы читали 4-й царство, 7-й глава, 6-й главе, что написано? Сириане напали на израильтян. Но, человек Божий, что он сделал? Он послал человека к царю и сказал, царь, туда нельзя идти, потому что там будут сириане ждать вас. И тогда царь израильский сказал, что там будут сириане? И тогда он поставил там солдат своих. И на вершине они ждали врага. И когда враг спускался, то, когда пришли сириане, начали бросать камни, и тогда действительно смогли победить врагу. О, царь израильтянский спрашивает, откуда израильтяне знали, что мы нападем той дорогою? И сделали совещание, чтобы никто не знал, и решили, будем нападать с этой стороны. Никто не знал, однако Бог же знал. И слуга говорит, царь, в этот раз враг будет идти этой стороной. И тогда приготовил ловушку. И когда пришли враги, полностью их разрушили. Бросли камни, потом ловушки. Именно таким способом израильтяне смогли победить сириан. Один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз. Если повторяется подобное, то царь уже должен уметь думать. Так, в прошлый раз, если бы не человек Божий, если бы он не сказал мне, тогда, когда сириане напали, наша страна была бы уже в руинах. Как я благодарен, что он помог тогда нам. Это уже третий раз он подсказывает нам. Есть кто-нибудь? Да. Скажите пророку Елисею, чтобы он пришел к нам. Пригласите его к нам. Слуга идет, приглашает пророка. Господин пророк, Елисей, царь приглашает вас к себе. И пророк приходит во дворец. Конечно, это не то, что было, но я представляю просто. И затем, о пророк Елисей, наша страна может быть живым благодаря такому человеку, как вы. Мы очень благодарны вам. Царь, я человек Божий. Что я могу делать, кроме того, как говорить слово царя? Пожалуйста, в будущем, если будет подобное, помогите. Пожалуйста, введите нас. Если вам что-то нужно, вы скажите. Мы всячески поможем вам, господин пророк. И если пророк приближится с царем, будет замечательно. Однако, этот царь был настолько занят, что на самом деле, если не пророк Елисей, тогда он бы погиб бы уже давным-давно. Однако, он не обращается к нему. И в этот раз, что произошло? Сириане, они напали на израильтян. И поскольку израильтян не могут победить сириан, они закрылись в городе. Сириане, такие сильные. Мы можем погибнуть. И поэтому они закрылись внутри себя. И сириане не могут напасть. И тогда сириане должны были отступить, но они не отступили. Они окружили город и тренируются и продолжают находиться там. израильтян. И поскольку сириане окружили город, поэтому израильтяне могут заниматься земледелем. Знаете, есть интересный факт. Корея, когда строила стены, то она окружала город. Япония же, когда строила стены, строила только вокруг дворца. Япония строит стены вокруг дворца, а Корея вокруг города, а Китай же вокруг страны. Именно поэтому, если бы это было бы в Китае, тогда можно было бы в стране строить и заниматься земледелием. А израильи, они тоже окружили город, но не поля. Именно поэтому они не могут выходить на улицу, чтобы строить и заниматься земледелием. Год, два года прошло, три года, и город постепенно, постепенно появляются люди, которые умирают из-за голода. Люди встали, женщины встали, и они очень голодны, и иначе даже есть своих детей. Знаете, я слышал, мне рассказывали, что это было в Китае, в Северной Корее. Один человек был очень голодный и видит, что во дворе есть какая-то собака. И этот человек подумал, ничего себе, откуда эта собака взялась? И она положила кастрюлю, сварила, а когда открыла крышку, это был ее сын. Она была настолько голодной, что ребенок показался собакой. Я не знаю, правда или нет, но в то время многие люди умирали от голода. И знаете, однажды увидели курицу и начали варить, а когда открыли крышку, оказался ребенок. То есть говорят, что если человек очень голодный, тогда ему мерещатся. И в Израиле, в Самаре многие люди голодали. Именно поэтому женщины начали собираться и договорились. Сегодня мы съедим моего сына, завтра твоего. И вдвоем договорились и съели одного ребенка. А на следующий день, когда хотели съесть ребенка другой женщины, то она спрятала своего ребенка. и говорят, царь, пожалуйста, осуди. И царь говорит, если Господь не поможет тебе, как я могу тебе помочь? И спрашивают, что случилось? И она говорит, эта женщина вчера сказала, что среди моего, а завтра своего. А сегодня она спрятала своего ребенка. Царь, когда находится в такой ситуации, самое главное. Если человек хочет вести духовную жизнь, тогда нужно быть близким с Божьим человеком. Бог специально послал пророка Елисей, который подсказывал о том, что сириане будут этой дорогой нападать. Тогда нужно пригласить Божьего человека и сказать, Божий человек, вы ведь вели нас до сих пор. Если не вы, тогда мы бы погибли уже давным-давно. от рук сириан. Пригласите пророка Божьего, если он придет во дворец, всегда приглашайте ко мне. И пожалуйста, научите наших слуг Библии слову. Так нужно было царю поступить. Но царь совсем не заинтересован Богом. Благодарить Божию несколько раз смогли спастись и получили помощь. Но совсем не заинтересован Богом. Не ценит Бога. И считает, что Он самый большой, самый лучший. Другими словами, мы не можем лично общаться с Богом. Мы не можем лично соединиться с сердцем с Богом. Именно поэтому есть Божий человек, который изучает Библию и рассказывает. И через человека Божьего мы должны становиться все ближе и ближе с Богом. Однако царь, из-за того, что слишком был далек с пророком Божиим, есть кто-нибудь? Пригласите пророка Елисея. Пригласили пророка Елисея. Божий человек, в прошлый раз, когда нам было тяжело, ты ведь нам помогал. Почему уже сейчас ты нам не помогаешь? Пожалуйста, жалься над нами. Пришел враг и он окружил нас. И сейчас многие люди умирают от голода. Пожалуйста, мы сейчас находимся в такой критической состоянии. Пожалуйста, помилуй нас, помолись Богу и помоги нам. Именно такой обмен должен быть с пророком Божиим. Однако Библия нас учат этому. Да, конечно, когда у вас есть трудности, когда у вас нет пути, вам будет тяжело. Но когда вы ищете Бога, а потом когда вам уже нормально живется, тогда вы уходите от Бога. Но все равно мы должны иметь связь с Богом и жить ради Господа Бога, славить Господа Бога, благодарить Господа Бога. Так нам нужно жить. Когда нам тяжело, получаем помощь от человека Божьего, получили благословение, но потом, когда стали жить хорошо, живут даже не думая о нем. Потом приходит такая трудность и он даже не знает как решить эту проблему. Сейчас о чем я хочу вам сказать? Хотя бы сейчас, сейчас, когда женщины начали есть своих детей, даже до этого, давайте позовем человека Божьего, спросим, почему же нам тяжело, почему он нам не помогает сейчас, как нужно сделать, чтобы победить врагов? Пожалуйста, помилуй. Я спрошу, сириане окружили город, и они там находятся. Для Господа Бога прогнать сириан тяжело или просто? Просто. Господи, мы Твой народ, пожалуйста, помилуй. Когда наше сердце будет открыто перед Богом, тогда, когда нам тяжело, то мы можем иметь связь с Богом. Господи, из-за этого мне тяжело. Господи, я хотел воспитать сына, но сын у меня стал непослушным. Если я что-то говорю, сразу злится, я не могу нормально общаться с ним. Пожалуйста, веди моего сына. Господи, почему у соседей хорошо получается с бизнесом, а у меня нет? Пожалуйста, как я могу передавать слово, если ты мне не поможешь? Пожалуйста, помоги. Именно с Господом Богом мы можем большим омарником поговорить. Человек Божий, да? Когда сириане приходили, тогда он приходил, подсказывал, и они могли защититься. царь, он не был заинтересован человеком Божьим, он не был заинтересован Господом Богом, поэтому он просто жил. Когда ничего не происходит, тогда хорошо. Сириане окружили, они продолжают находиться там, тренируются, не ходят к себе, именно поэтому никто не может заниматься земледелием. Хотя бы тогда, если вы прийти к человеку Божьему и сказать, народ, давайте помолимся Господу Богу. Господь Бог, Он поможет нам, давайте будем молиться, чтобы Он помог, давайте получим милость от Господа Бога. Именно это есть самое нормальное состояние. На сегодняшний день очень многие люди говорят, что они верят Господа Бога, ходят в церковь, но они сами страдают сами мучаются, сами огорчаются, сами расстраиваются, но Господь Бог жив, и Господь Бог ради меня послал Иисуса Христа, который пролил свою кровь и очистил мой грех. Мы должны пойти Господу Богу, нам тяжело, поэтому давайте будем поститься, давайте три-четыре дня будем поститься и служить Господу Богу, чтобы Бог ответил на нашу молитву, давайте будем просить руки Его помощи. Господь Бог, я попробовал быть на месте Господа Бога, вы, конечно, простите, такое не может быть, но не говорите, что я стал Богом, просто я в душе представил себя на месте Господа Бога. Эти люди, они когда умирают, они просят, чтобы я помог, а когда я помогаю, тогда они перестают обращаться ко мне. Скажите, вы ведь такие или нет? Так ведь? Да, забывают полностью о Боге. Каждый раз Бог помогал через своего человека, тогда царь должен был что сделать? Послушайте, разве Бог ушел из нашей страны? Нет, Господи. Да, Господь Бог, Он жив в нашей стране. тогда пригласите Божьего человека. Хорошо. Да, вы сделали правильный выбор, царь. Так должно быть. Человек Божий, в прошлый раз ты подсказывал нам, помогал нам, когда мы даже не просили, но сейчас нам так тяжело. Почему же ты молчишь? Пожалуйста, помоги. Почему же ты не открываешь свои уста? Подскажи нам, пожалуйста, пожалуйста, помилуй нас. Человек Божий, помоги. Разве не так должен был поступить царь, скажите. Однако, мы хорошо смотрим на то, что перед нами, но на тот мир, в котором Господь Бог действует, тот невидимый мир, в котором Бог проявляет свою силу, его мы не можем увидеть. и потом, да, если бы царь просто молчал, было бы хорошо, а потом, смотрите, что здесь написано, что написано в Библии, и сказал царь, доколе голова Елисея будет в нее, будет проклят. Что это значит? Что это значит? Человек Божий, да, пожалуйста, помоги, он, ты ведь помогал до сих пор. Но, если голова Елисея будет на нем, тогда, да, он будет проклят. Что это значит? Человек, который негативно настроен, он, те трудности, которые появляются у него, он обвиняет других, обвиняет Бога. И это очень бедные люди. Господь Бог, Он и нас милует, но, также, нам, людям, Бог хочет рассказать о себе. И это, за это я очень благодарен. если мы будем царями, должен защищать народ, должен защищать свою страну. И, когда я защищаю себя, царь, можно увидеть, насколько он немощный. Да, ничего страшного, будем воевать, будем сражаться, да, тренируйте солдат, подготовьте войска. Нет, все это не имеет никакого значения. Только Господь Бог должен помочь, чтобы одержать победу на войне. Господь Бог должен быть, чтобы хорошо воспитать наших детей. Бог должен быть, чтобы воспитать мою дочь, чтобы заниматься драгоценным делом Господа Бога. А человек, он ничего не может сделать. Хор грасшес, если посмотреть на него, знаете, они репетируют, выступают, но порой Господь Бог, Он начинает развивать одного брата и сестру. Это удивительно. Сегодня утром брат Шиндиок свидетельствовал. Он на самом деле был неодаренным, просто высокий ростом и все. Но, знаете, одно мы можем точно сказать, что он получил благодать от Бога. Господь Бог был вместе с ним. Бог сделал, чтобы он мог петь. Это было удивительно. В Израиле к сожалению. Представляете, насколько они были голодными, что начали есть своих сыновей, начали есть своих детей. Именно поэтому, когда человек очень голоден, то все ему мережется едой. Да. Своего ребенка увидели собакой, своего ребенка увидели курицей, и когда открыли крышку, чтобы съесть, то там был их ребенок. вы скажите, когда-нибудь об этом слышали? Говорят, в Северной Корее было так, когда очень человек голоден, так происходит, говорят. Эти люди, когда ели своих детей, царь не ищет Бога. и это самое злое. Воровать, совершить убийство, это тоже зло. Но Господь Бог хочет нас помиловать, хочет нас вести. Господь Бог хочет нас помиловать, дать свою благодать. Но из-за того, что находимся в своих мыслях, Господь Бог подсказывал, когда сириане нападали, говорили, что вот отсюда будет идти враг, вот отсюда будет идти враг. Да, мы можем сами не уметь молиться, но мы можем обратиться к человеку Божьему. Человек Божий, ты ведь в прошлый раз помогал нам, когда нам было тяжело, ты ведь всегда помогал. Почему же сейчас, когда нам так тяжело, ты молчишь? Пожалуйста, помилуй. Да, я царь, но я глуп, поэтому помилуй, пожалуйста, жалься, спаси наш народ. Царь должен был так обратиться. Нет, разве, скажите? Разве царь не должен был так поступить? Ну, что говорит царь? 6 глава, 31 стих. Там говорится так. пусть то и то сделает мне Бог и еще сделает, если останется голова Елисея Синесофатова на нем сегодня. Голова должно быть на теле Елисея, разве нет, чтобы тот подсказывал? А он говорит о том, что я хочу его казнить. ради меня каждый раз, когда было тяжело, он подсказывал и спасал меня. Сам царь неправильно сделал, а он обвиняет человека Божьего. Да, человек Божий такой и всякой. На самом деле, это смешно. Хотя бы сейчас встать на колени и сказать человек Божий Да, скажи, пожалуйста, сейчас в нашей стране такая трудность. Люди умирают из-за голода. Женщины едят своих детей. Почему же ты сейчас молчишь? Человек Божий, пожалуйста, помоги. Пожалуйста, помилуй нас. Открой путь, пожалуйста, перед нами. Так он должен умолять царя, пророка. Но человек, который одолелся от Бога, он обвиняет человека Божьего, пренебрегает им и считает себя лучше. Если хорошо, то он сделал правильно. Если плохо, тогда человек Божий виноват. Так царь сейчас поступает. Смотрите, что говорит нам Библия, что и мы такие. Я прав? Пастор, вот снова все было хорошо, почему ты нас сегодня обвиняешь? Мы не такие плохие, мы хорошие. Да, если мы были бы хорошими, Бог бы не написал бы такое Библии, разве нет? Мы, когда одоляемся от Господа Бога, когда одоляемся от Бога, тогда Господь Бог, нам кажется, что Он не будет нам помогать, кажется, что Он не будет у нас действовать. Голова Елисея, если будет на его теле, тогда и то, и то пусть будет мне сегодня. Другими словами, Он говорит, что Он будет казнить пророка Божьего. Скажите, что сделал неправильно пророк Божий, что царь хочет его казнить? Это из-за гордости царя происходит. Царь не узнает свою ошибку, свой грех, и хочет убить пророка, который помогал, когда ему было тяжело. Так направляется наша душа. Библия очень точно описывает нашу душу. Давайте немножко поменяем, если я вам скажу, Господь Бог, когда видел, что израильский народ голодает, Он Бог хотел, чтобы израильский народ пришел к нему, разве нет? Знаете, когда я был в Америке, мы арендовали университет UCLA и проводили молодежный лагерь. И после лагеря я собрал служителей и я дал такое приложение. Знаете, у меня есть одна программа, 10 человек из вас могут подать на участие и тогда я для вас приготовил специальную программу служителей. Знаете, они как не поднимали руку, потом начали поднимать руку, 10 человек набралось и тогда 2 человека, 3 человек, 4, 5, 6, и после 10 уже все сказали, что хотят. Я сказал, нет, я ведь сказал, что только 10 человек, зачем вы все поднимаете руку, это не имеет никакого значения. И только 10 человек я набрал и 10 человек, они смотрели на меня и что я сказал, купите билет билет на автобус только в одну сторону и супруги купите билет только в одну сторону и целый месяц, целый месяц попробуйте в этом городе передавать Евангелие. Я сказал, все, я уезжаю в Корею, до свидания. И после этого я поехал снова туда на семинар. Знаете, братья, которые были очень слабыми духовно, они стали удивительными. когда я передал слово, знаете, они выходят, чтобы свидетельствовать. Это было удивительно. И из них, знаете, есть брат Уйонг Шин, мой племянник, это старший брат пресвитера Уйонг Дин. Знаете, моя старшая сестра родила трех сыновей, а младшая сестра родила трех дочерей. И Йонг До, Йонг Шин и Йонг Джин. Так трое. И средний Йонг Шин. Знаете, он немножко особенный. Он находился в Лос-Анджелесе, и знаете, что он натворил? Однажды ночью вор пришел, три человека, и он пошел за ними. Пошел за ними. И знаете, он так сильно избил одного, что вор, он подал в полицию мужчина. Представляете, когда я об этом услышал, я был очень зол. В Америке люди ходят с оружием. И поэтому я сказал, ни в коем случае не помогайте, не нанимайте юриста ему. Пускай он помучается. И вот он, да, мой племянник, Йонг-шин, он подал заявление о том, что хочет участвовать в этой программе, и он поехал. И тогда Йонг-шин в то время служил на Гавайях. и там же нет автомагистрали. Именно поэтому он поехал на самолете в другой остров, который рядом. Я сказал, чтобы только супруги поехали, но у них есть пятилетние и семилетние и четырехлетние девочки, но некому было о них заботиться. и поэтому взяв трех детей, они поехали в путешествие по вере. Купили билет только в одну сторону. Может, мой племянник, поэтому, ну, когда я слушал его свидетельства, знаете, я чуть не плакал. Первый день им не было места для ночлега. И, знаете, отец идет впереди, потом посередине трое детей, а в конце идет жена. И увидели, что рядом с магазином, знаете, есть небольшое здание, и оно пустое. И он подумал, о, там нужно будет ночевать. И, знаете, начали по одной сурке заносить небольшой склад. Но, знаете, охранник, он издалека наблюдал за этим. И он внимательно наблюдал, что они делают. И потом, когда все зашли, охранник подошел и спросил, что вы здесь делаете? А, мы путешествуем по вере сейчас без денег. Нам негде ночевать, поэтому мы хотим здесь ночевать. Нет, нельзя здесь ночевать. Потому что, если здесь что-то случится, тогда хозяин должен брать на себя всю ответственность за вас. Можно мы здесь будем ночевать? Нельзя. И тогда сотрудник один проходил мимо и спросил, скажите, пожалуйста, что случилось? Они хотят здесь ночевать, а я здесь охранник. Я сказал, что здесь нельзя ночевать. Почему вы не ночуете дома? Почему вы хотите ночевать здесь? Нет, ну, здесь нехорошо. Просто я с детьми приехал путешествий без денег. Что? С детьми путешествий без денег? А как так получилось? Ну, так получилось. Тогда пойдемте ко мне домой. И в тот день он ночевал у них и очень хорошо накормили. Знаете, как в нашей церкви, на хомстее, так он ночевал там. Было очень хорошо. И поехали в следующий город. Но, знаете, пастор Уйомшин, он когда подумал, знаете, он несет сумку впереди, а сзади трое дочерей идут, а потом в конце мама, жена. Он думал, где мне ночевать, что они будут есть. Целый день, с утра до вечера он переживает. Я имея всемогущего Бога так переживаю, а мои дети же, они следуют за мною, они очень спокойно идут. Дети идут, а я тут переживаю из-за ночлега, хотя у меня есть всемогущий Господь Бог, а мои дети же, хотя они верят такого беспомощного отца, но они даже не переживают ни о чем. Почему же я так живу? Он ехал на машине. Да, взрослым останавливать машину, им стыдно, а детям же, наоборот, интересно. И поэтому, даже когда не надо, они останавливают машину. У них спрашивают, куда вы едете? Ой, извините, дети просто неправильно подняли руку. И знаете, детям интересно останавливать машину. Взрослым родителям было тяжело останавливать машину, но на протяжении месяца дети полностью поменяли отца. Когда я слушал это, моя душа горела, потому что я видел, как Бог действует. Семь лет, пять лет и четыре. Но самая большая проблема в том, что старшая, но она старшая, младшая, она самая младшая, поэтому хорошо. А средненько ее всегда обижали не туда и не сюда. Но за месяц характер полностью поменялся и дочка изменилась. Отец изменился, мама изменилась, дочери изменились. Получается, пять человек изменилось. И душа стала совсем другой. Пастор Уйон Син он испытал Господа Бога. Когда мы переводили служителей, он служил в Америке, но он плохо знал английский язык, и мы его перевели в Германию. И так он не знает английский, а немецкий еще сложнее. Он плохо говорит. Однажды Уйон Син он волонтеров, которые приехали к нему на год, он вместе с ними на целый месяц поехал во Франкфурт путешествие по вере. 25 человек поехали путешествие по вере, и 40 дней они путешествовали по вере. И когда вернулись, их стало 40 человек. Людей становилось все больше и больше. Да, сначала один священник их держал у себя целую неделю и очень хорошо угощал. И почувствовал, что неловко, и поэтому не могли больше недели побыть там. И потом студенты целый день проповедуют в городе, и потом они возвращаются, звонят, у кого есть ночлег. И Господь Бог, Он всех накормил на протяжении месяца. И рассказывали, как они получили хлеб. Хлеб франкфуртский. И вообще, о чем это свидетельство? Один брат уже поздно вечером он пошел в булочную и у него не хватало денег. И он сказал хозяину, знаете, я очень голоден, но это все, что у меня есть. Можете сделать скидку? Что сказал хозяин? Нет, я понимаю, но я не могу. Почему? Потому что по уставу нашей компании ни в коем случае нельзя делать скидку. Чтобы помочь тебе, я же не могу обмануть хозяина, а то меня наругают. Нельзя. но я очень голоден. Пожалуйста, ну дайте немножко хлеба, подешевле. Я тоже хочу помочь тебе, но я не могу, потому что я также меня нанял хозяин, и знаете, немцы, они же очень хорошо повинуются правилам. Я же не могу из-за тебя обмануть хозяина, иначе меня могут уволить. Нельзя. ну как так? Я пожалуйста, я очень голоден, пожалуйста, помогите. Я пришел, потому что я очень голоден. А тогда голодай, если у тебя нет денег. Они начали ругаться, но потом сотрудник вдруг сказал, есть хороший способ, но ты можешь мне послушаться? Конечно, если дашь хлеб, все, что скажешь, сделаю. Он посмотрел на часы и говорит, через полчаса приходи, тогда я тебе дам. Слушай, если через полчаса можно, тогда нельзя сейчас дать? Нет, через полчаса, ровно через полчаса, если я приду дашь, да-да. А почему сейчас нельзя, а через полчаса можно? В нашей компании через полчаса закрывается. Поэтому мы ни в коем случае не оставляем хлеб на больше на одного дня. Мы все выбрасываем. Тогда весь хлеб, который у нас есть, я тебе дам. Шутишь? Нет. Ровно через полчаса мы закрываемся и мы всегда каждый день готовим новый хлеб, а все, что здесь на витрине мы выбрасываем. Так что я тебе все дам. И каждый вечер знаете, самый лучший хлеб по несколько ящиков давали и 40 человек ели. Эти люди в городе Франкфурта ни одного человека они не знали. Но когда уповали на Господа Бога и когда делали шаг вперед, то они видели, как Господь Бог помогает им. 40 дней каждый вечер находили место, где можно было начинать. Да, было тяжело, были трудности, но именно таким образом да, если были бы деньги, они бы просто купили хлеб. Если говорить нельзя, тогда нужно выйти, но из-за того, что они были очень голодны, они просили из того дня, они могли каждый день есть самый лучший хлеб есть. Да, и хлеб даже остается теперь. Господь Бог в каждом помогал и вёл и вёл 25 человек. 40 дней они путешествовали без денег. Были, когда идёт дождь, были трудности, были дни, когда не голодали. Но это 100% в помощь от Господа Бога. Господь Бог приготовил для меня хлеб. Он не сделал, чтобы я спал на улице. Господь Бог помогает мне. Господь Бог, Он хочет, чтобы мы выходили к Нему и Бог помогает, чтобы наша вера росла. И когда я что-то делаю, и когда Он за меня делает, это невозможно сравнить. Мой способ, мои попытки, мой опыт, это нужно оставить и Господь Бог учит мне жить через Его способы. Сириане, когда напали, Господь Бог подсказывал, Он защищал и тогда уже, да, царь должен уметь благодарить Господа Бога. Он должен был приблизиться сердцем с Господом Богом. и поскольку царь не может общаться с Господом Богом, ему нужно было общаться через человека Божьего и общаться вместе, обидать вместе с Ним, кормить его, так должно быть. Ну, из-за того, что он занят своим делом, да, конечно, царь занятой человек, но самое ценное должно быть общение с Господом Богом, ничего ценнее не может быть. Авраам Линкон, знаете, почему он был великим человеком Божиим, да, он, когда была война между Севером и Югом, чтобы освободить темнокожих, каждый раз, когда он молился, он вешал белополотенцы, и это было символом того, что он молится перед Господом Богом, и в это время никто не нужен мешать ему, даже если самое важное, самое срочное доложение, все равно нужно было ждать, когда он закончит общение с Господом Богом, никто, даже если это очень критическое состояние, Аврам Линкотт, он молился с Господом Богом, он хотел иметь, обметь с Господом Богом, он учился сердцу Господа Бога, он хотел знать сердце Божие, он хотел быть вместе с Господом Богом, он молился, служил Господу Богу, и тогда это это было удивительно, я уже в большом возрасте, куда бы я ни ходил, в основном я вхожу в группу старших людей, но в прошлом я пока жил больше 70 лет, когда глядываясь назад, я вижу, что в каждом моем шагу была помощь Господа Бога, и за это я очень благодарен Ему. Господь Бог, когда мы передавали Евангелие, Иисус Христос пролил кровь Свою на кресте, и мы передаем это Евангелие, и это не мое дело, это дело Господа Бога, если Бог не поможет, как я могу заниматься этим делом. В 2017 году мы в Америке и в Нью-Йорке провели форум христианских лидеров CLF. Братья и сестры посетили 7000 церквей, которые есть в Нью-Йорке, приглашали пасторов. В многих церквях не было служителей, но посетили 7000 церквей, и говорили о том, что мы хотим провести форум христианских лидеров, пожалуйста, приходите. 7000 церквей посетили и пришло 750 человек. В 2017 году в марте на протяжении недели с понедельника до пятницы мы проводили форум, и каждый день я передавал Евангелие и служители. Знаете, американцы, они очень честные. они приехали в свою церковь с нашим пастором и сказали братьям и сестрам, дорогие братья и сестры, я был не настоящим служителем. Я не знал о прощении грехов, но через миссию гунюс я получил прощение грехов. Именно поэтому я могу передать вам Евангелие, но миссионеры из миссии гунюс, они лучше могут передать Евангелие, поэтому послушайте их слово, получите прощение грехов и живите благословенной жизнью. Братья и сестры, они слушали слово наших проповедников и они до сих пор страдали из-за греха, они мучились из-за того, что их мучил грех в душе. И когда они освободились от греха, пастор радовался, братья и сестры радовались. Мы стали единой церквью и в Гонконге мы также провели форум христианских лидеров. В разных странах мы провели форум христианских лидеров. И знаете, сейчас это распространяется все больше и больше. В 2018 году весной мы пригласили эпископов очень больших союзов из разных стран. Пастор очень известных в своей стране. Самый старший служитель в своей стране. Они пришли и слушая слово, они удивлялись. Большинство людей говорят о том, что они грешники, но то евангель, которое мы передаем, она очень ясная и она по Библии. и это евангелие начало распространяться в их стране и все начали принимать нас. И уже 110 тысяч служителей за два года услышали евангелие. Что говорят служители? Мы получили прощение грехов, но мы не умеем передавать евангелие. Научите нас вере, научите нас Библии. Вот они о чем просят нас. Именно поэтому мы в Гонконге, на острове Тьчжо и в Сеуле мы по сто служителей собирали и учили их. Многие служители они говорят пастор, спасибо. Они не знают как поступать в такой ситуации от благодарности. Один пастор очень серьезно мне говорит пастор и мой сын служитель и моя жена пастор и пожалуйста помогите чтобы и мой сын и моя жена тоже пришли сюда и могли учиться. Один пастор говорит очень серьезно пастор у нас есть средства чтобы купить билет в Корею мы приехали но в Африке наши служители очень бедные поэтому очень многие служители не могут купить себе билет в Корею пожалуйста передайте это драгоценное слово сначала сначала я один хотел а теперь пастор ким дейон пастор лихом мок пастор и мишон ездят по всему миру и передают это слово и тогда они удивляются почему об этом мы не знали почему мы этого не знали это не человеком произошло вот что они тоже знают это было возможно богом когда я думаю об этом я очень сильно потрясен уже мы хотим тренировать 110 тысяч служителей мы хотели купить помещение на острове детю если по тысяч служителей тренировать в год то два месяца у нас конференция поэтому 10 месяцев в год получается то в год мы можем тренировать по 10 тысяч служителей а уже 110 тысяч тогда получается что нужно 11 лет что же нам сделать служители должны этому учиться но на острове сидим и проводили в прошлый раз мероприятие и мы смотрели землю где-то 1 гектар земли и тогда чтобы ее купить нужно 3 миллиона долларов земля тогда тысяч человек чтобы могли ночевать питаться и жить и учиться тогда где-то 7 миллионов нужно чтобы на строительство и тогда чтобы построить нужно где-то год и где-то как минимум нужно 10 миллионов долларов но Господь Бог Спринфилде Он нам дал очень хорошее место знаете я когда я смотрел на моего сына у моей жены такое хорошее лицо я спрашиваю ты что чем занимаешься что у тебя кожа стала хорошая она говорит здесь очень хороший воздух и знаете говорят почти Эдемский сад и там растет шелковица говорят она очень полезная многие люди не знают что это такое а моя супруга она знает что она очень полезная если немножко потрясти дерево тогда шелковица падает и там даже олени бегают иногда очень хорошее место и мы с понедельника начали тренировать служителей а завтрашнего дня там у нас будет тренировка наших служителей завтра наши служители все соберутся там в Спринфилде я сегодня также улетаю после обеда и я сказал чтобы пресвитеры также были пасторами и пресвитеры теперь должны служить Богу знаете я очень благодарен многие люди получили спасение знаете в этот последний час весь мир получил спасение и в Фидже то же самое Господь Бог что сегодня делать что сейчас делать в 6 и 7 главе 4 царств я есть Бог научитесь о мне приходите ко мне я помилую вот чему Бог хочет нас научить но для вас человеческий способ немножко легче да еще чем способ Бога или я задаю слишком сложный вопрос мы думаем что до сих пор мой способ лучше нет да человеческий способ и мы должны поменять на способ веры в Господа Бога однажды Бог через пророка говорит так говорит Господь завтра в это время у ворот Самарии мира муки лучше будет по сиклю и две меры ячмени по сиклю представляете здесь они ели кал голубей а сейчас говорит о том что мира муки лучшей будет по сиклю две меры ячмени будет по сиклю и сановник говорит что даже если Господь откроет ворота небесные в Божитке это быть тогда пророк говорит увидишь глазами твоими но если этого не будешь и четыре прокаженных у ворот Самарии они пришли в стан сирийский все равно мы умираем от голода если будем здесь находиться умрем пойдем в город погибнем пойдем в стан сирийский и может нам дадут там еду четыре прокаженных пошли в стан сирийский и Господь Бог через них действовал к вечеру да сирианин показал что есть столько лошадей и они испугались что это такое что это за звук а наверное наняли цари египетских и хитийских и чтобы напасть на нас давайте убежим и все убежали знаете оставили лошадей и побежали прокаженные когда пришли вошли в один шатер и добро пожаловать прокаженные там не написано конечно но весь стол был накрыт подумайте об этом только они страдали от голода а тут столы наполнены едой они думали это правда это может нам сниться начали есть спрятали серебро золото господь бог жив и бог показывает что он действует у нас до сих пор человеческие люди используют человеческий способ и верят своим знаниям но человек который знает действительно бога он знает что человек он бессилен и поэтому он уповает только на бога и с того момента в жизни этого человека господь бог действует и это самая благословенная жизнь я верю в это и библия учит нас этому вы оставьте ваш человеческий способ метод откройте глаза в сторону господа бога смотрите на бога уповайте на бога он в сто раз тысячи раз десятки тысяч раз прекрасней ваше будущее вашу семью вашу старость ваше будущее все что касается вас господь бог он хочет помиловать вас и тот который будет смотреть на такого господа бога сможет жить мудрой жизнью когда встречаете какое-то горе не надо обращаться только тогда богу какая бы ситуация не открылась перед вами надеюсь на господа бога чтобы бог вас вел чтобы любили господа бога чтобы были сердцем божиим я хочу чтобы вы были такими и чтобы вы в радости и веселье без страданий могли жить и и Субтитры создавал DimaTorzok